всем привет блендер 2 90 альфа и давайте в ней полазим посмотрим как она себя ведет ну и что не здесь сделаем щелчок погнали так сначала сделаем наверное сыр потом сделаем телевизор а потом на мартышки посмотрим как волос делать и так вот есть куб что нужно сделать заходим теперь в edit mode ждем выбираем полигоны щелчок снимаем выделение теперь нажимаем на полигоны move и вытягиваем чуть-чуть вперед так теперь нужно схлопнуть вот эти вот вершины переключаемся на вершины выбираем одну вершину через shift выбираем вторую и жмем правой кнопкой мыши вот на эти на это ребро находим теперь так вот этот мерч вертикс и в центре от центра схлопнуть в центре и вот так перешив нижние тоже делаем мерч от центра получается вот такой типа отрезок сыра теперь английского выбираем полностью всю модель вот этот весь куб и нажимаем ctrl b и немножко все это дело вот так вот и колесико крутим добавляем лупы но делаем помягче края вот так вот следом что можно сделать добавляем объектный режим и так камеру можно выключить пока и добавляем теперь мышь и сферу юви сфера вот теперь g английская все это дело сюда выводим и с английская уменьшаем g немножко подставляем сюда вот так теперь shift d дублируем где-то вот сюда и погнали так чтобы дырки были shift d опять же где-то дырку побольше где-то поменьше вот так уменьшаем и вот вы видите что уменьшили нужно немножко приблизить вот так shift d джи английская д английская все вытягиваем shift d с английская вот так вот shift d много не ставим чтобы насквозь не было 10 может с поставить и g уменьшить пусть будет поменьше, чуть-чуть еле видно. Ну вот где-то такая штука получается. И также устанавливаем на другую сторону. Другую сторону я делать не буду, просто для полазить. Ну а теперь нужно все эти сферы через shift и левая кнопка мыши вот так вот выделить и объединить в одно, просто их тут видите сколько, много. Теперь Ctrl J объединяем, вот теперь сфера одна типа, один sub-tool как в ZBrush и нужно все это дело вычесть. Выбираем вот этот именно сыр и заходим в модификаторы, находим модификатор sub-division surface, добавляем немножко он подтупляет. Так двоечку ставим apply, применяем, добавляем boolean, кисточку вот эту берем, пипетку, выбираем вот эти вот сферы, вот написано сфера и теперь нужно это все дело apply, применим. Сферы если мы теперь выключим, вот получился вот такой сыр. Ну еще можно добавить edge split, вот эту функцию apply. Ну вот такая вот штука. Добавить или цвет, текстурок и вот сыр, чем не сыр. Так, теперь все это дело пока я закрою и давайте сделаем телевизор. Add mesh cube. Так, единица на нампаде, нампад это под правой рукой именно где, типа калькулятора, плюс-минус там циферки и вот с этого куба будем делать телевизор советского варианта. Так, transpose, немножко его сплюснем, они толстые не были и вот так вот переключившись теперь в edit mode, выбираем полигоны, снимаем щелчок либо кнопкой мыши выделения единицы на нампаде, выбираем полигон, нажимаем английскую и и экстрадируем. Ну еще английская и еще один раз экстрадируем и вот это все дело уводим с помощью MOV вглубь. Ну вот так. Теперь делаем опять же английская и вот так вот все это дело вытягиваем и и теперь экстрадируем вперед. Ну вот до таких размеров. Можно даже вперед больше вытащить, они раньше экраны были выпуклые. Ну а теперь все это дело нужно закруглить. Это Ctrl B и вот так все это делаем колесиком. Добавляем вот эти вот лупы, побольше их добавим, не помешает. Ну и можно еще их чуть-чуть вот так вперед выдавить. Вот такая штука. Ну и задняя стенка. Садняя стенка. Выбираем полигон. Смотрим, чтобы там ничего не выделено было. И английская уменьшаем вот так где-то. Еще английская и уменьшаем. Теперь все это дело вытягиваем вперед вот так. И английская S уменьшаем. Вот такой был телевизор в советское время. Так. Теперь можно английская A и фейсы. Так. Эджи. Сабдивизии. Подразделить. Ну вот теперь точно телевизор. Вот теперь можно его ставить куда-нибудь на тумбочку. Так. Что еще можно сделать? Ну ничего так. Программа работает вроде. Ну часто вылетает. Я ее уже второй раз вот делаю. Смотрю как она работает. И вот два раза прям вылетала. Сейчас чего-то нет. Нормально. Наверное ноутбук прокачался. Так. Что еще сделаем? Добавим теперь сыр. С английская. G. Ну вот сюда вот так положим сыр. Можно добавить именно цвет сыру. Вот таким вот образом находим материалы и находим цвет желтый. Вот в этом плане тупит. Так. Назначили цвет. Теперь можно вот на рендер переключиться. Смотрим как поведет себя рендер. Не вылетит. Да нет вроде. Да нет вроде. Выбираем телевизор. Заходим. Edit Mode. Выбираем теперь полигон. Так. Вот таким Shift A. Угу. Уже проблематично выбрать. Ну тогда английская B. И ставим так. Ставим рентген. Тройка на нампаде. Английская B. И вот так вот все это дело выделим. Так. Этому цвету назначим новый материал. New. И будет он у нас ну пускай черный. Черный. Теперь. Ctrl I. А этот материал добавим новый. И назначим ему цвет ну пускай голубые экраны. Пусть будет голубой. Так. Теперь смотрим что получилось. Объектный режим. Ну вот что-то в таком духе. С кинескопом конечно немножко. Можно еще в модификатор добавить ему. Сабдивизий. Вот он теперь будет более-менее такой гладкий. Здесь еще можно выгладить скульптинги. Или добавить больше именно лупов. Ну это можно сделать более нормальным. Так. Что еще. Ну попробуем теперь. Единица на нампаде. Английская B. И вот так все это дело. Так. Не получается. Edit Mode. Английская B. Выделяем. И теперь как бы ему материал назначить. Так. Это что тут у нас? Вот. Decision. Во. Вроде да. Применилось. Объектный режим. Голубые экраны. Давайте добавим теперь Mesh. Добавим Monkey. Добавим ей теперь модификатор Subdivision. Подразделим ее. Ну и немножко сделаем ей волоса. Заходим в Edit Mode. Снимаем выделение. Можно даже вот так вот сделать. Объектный режим. Нажать Shift D. Дублировать обезьянку. Ну как вариант. Их вариантов тут много. Можно весами рисовать. Вот давайте обезьянку одну возьмем. Зайдем теперь в Edit Mode. Нажмем английскую C. И выделим те полигоны, которые нам нужны для волоса. SK выходим. C опять включаем. Вот так. SK опять выходим. Если где-то залезли вы на ухо там или вам это не надо, да. C нажимаете и через Shift вычищаете. SK опять выход. Ну и так же повторяете. Ну и так же повторяете. Shift. Ощищаете. Где-то дорисовываете. Вот таким вот образом. SK. Смотрим. Вот здесь еще дорисуем. Ну чтобы было нормально. SK. И еще C. Вот тут вот так. А это уже через Shift очистим. Компорт. Смотрим. Компорт. Прибавлять кисточку это колесико. Вот. Больше меньше. SK. Теперь нужно Ctrl-I, инвертируем и делаем Delete и удаляем вертексы. Оставляем вот чисто вот этот чайник. Ctrl-Z, смотрим что-то так, вот здесь вот уже забирает два полигона. Здесь можно докорректировать C, колесико чуть уменьшаем и вот так вот через Shift выделяем. Теперь Escape, Grid, вертексы. Ну вот уже получше. Ну а теперь заходим в Object Mode и добавляем волос. Object, быстрый шерсть. Следом что нужно сделать, поднастроить вот этот шерсть. Где это находится, это находится у нас вот в этой вкладке частицы. Настройка частиц, здесь есть длина волос, вот она. И есть сегменты, чем больше сегментов, тем будет пышнее типа волос. Редкий не будет пегий. Ну и вот этот hit, это вот вариация. Так вот, так вот, как волос становится влево, вправо, там косиной, боком. Так, это все сделано. Теперь что нужно сделать? Настроить цвет. Заходим в материалы и ставим цвет, ну допустим, синий. Или допустим вот такого цвета. Так, что еще можно сделать? Заходим вот в эту функцию именно Render Properties и находим Hair, волос. Здесь можно поставить пряди и можно поставить, ну словом, вот такой вот вид. Так, пряди вот так выглядят, а стрип вот таким вот образом. Ну, в принципе, все. Теперь можно заходить именно в Parties Chip Edit. Здесь есть расческа, shift, пробел, вот высвечивается здесь расческа, потом есть обрезка, добавление, вытягивание и так далее. Все вот эти функции. Вот ставим и колесико туда-сюда прибавляем, а вот здесь вот есть радиус побольше, если ставим, и сила надавливания. Можно и так выставлять, а можно левая кнопка мыши вот так вот уменьшать, тянуть в бок, туда-сюда, короче. И вот потихоньку добавляем. Здесь вот опять же радиус прибавляем. И вот так вот все это дело выглаживаем. Длину волос именно, если в прическу, там еще как-то, это вы уже сами смотрите, какая вам подойдет длина. Ну, вот где ухо, конечно, сюда волос тянуть не надо, его надо выстянуть, а этот чуть вот так вот. Ну, и где-то что-то приподнять можно, какую-то часть можно наоборот, вот сюда вот так вот зачесать на один бок. Теперь включаем нашу Сузанну. Вот такая штука получается. Заходим в объектный режим. Вот такой у нее волос. Можно расчесывать, добавлять, чтобы вот этих перостей не было. тоже нужно именно вот в этой функции добавлять вот эти сегменты. Ну, вот такая штука. Так. Выбираем Сузанну, добавляем новый материал, и давайте ей что-нибудь эдское. Пусть она будет розовая. Бумс. Ну, и включаем все, что было сделано. Теперь выбираем телевизор. Выбираем вот таким вот образом. Семерка на нампаде. Р английская. Перекручиваем. Вниз чуть опускаем. Сузанну. Объединяем с прической. Вот так вот. Селикбокс. Селикбокс. Контрол-Джей. И вот прическа пропадает. Это вот нехорошо. Контрол-Д. Ну, ничего. Это уже в дальнейших роликах. Все это дело посмотрим. Английская А. Выбираем. Поднимаем. Телевизор выбираем. Чуть-чуть пониже. Ну, и добавим плоскость. Так. Это. Мэш. План. И S английская. План. Раскроем. Так. Это вот так. Чуть-чуть пониже. Это сыр. Сюда. И сыр можно немножко перекрутить. Вот Сюзанна сможет телевизор с прической. Все прикольно. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok